МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россияне рассказали, сколько денег им нужно для успешного бизнес-старта. Выяснить это удалось в ходе исследований одного из крупных банков страны. Оказалось, что каждый пятый россиянин, желающий открыть свое дело, рассчитывает на первоначальные вложения в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Почти 40% опрошенных уверены, что для этого им понадобится от 300 тысяч до миллиона. Примечательно, что нашлись и такие будущие предприниматели, которые достаточно и 100 тысяч рублей. В основном так считают жители Калининграда и Перми. Но о тех, кто оперирует более крупными суммами, эксперты нашли в Москве и Санкт-Петербурге. А жители Краснодара о бизнесе дешевле 3 миллионов рублей даже не думают. Упрощенную систему налогообложения вместо единого налога на вмененный доход выбирают новосибирские предприниматели. По данным областной налоговой службы, перейти на такой фискальный режим бизнесмены могли до 31 марта. Отмечу, по данным на начало года на учете в налоговых органах региона было около 4 тысяч организаций, применяющих ЕНВД. И почти 3,5 тысячи из них перешли на упрощенную систему налогообложения. Еще около 500 на общеустановленную систему. Всего же из 15,5 тысяч новосибирских предпринимателей, использующих ЕНВД, больше половины теперь платят отчисления по упрощенной системе. Около 5 тысяч выбрали патентную систему налогообложения и 385 человек перешли на налог на профессиональный доход. Госдума выступила за блокировку сайтов с денежными переводами в незаконный онлайн-казино. Соответствующий законопроект парламентарии приняли в первом чтении. Документ предусматривает, что принимать решение о блокировке таких веб-ресурсов будет налоговая служба. Она сможет направлять в Банк России информацию о нелегальных казино и финансовых операциях, с ними связанных. Сейчас это действует только против сайтов самих незаконных лотерей и казино. Кроме того, депутаты предлагают запретить кредитной организациям, операторам связи заключать договор с онлайн-казино и незаконными интернет-лотереями. Объем платных услуг населению Новосибирской области по сравнению с первым кварталом прошлого года сократился. Это следует из данных Новосибирскстата. За январь-март текущего года показатель достиг отметки в 40,4 млрд рублей, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Большая часть из этой суммы приходится на коммунальные услуги свыше 10 млрд рублей. Однако лидером по темпам роста в этом году стали почтовые и курьерские услуги плюс 10% к показателю за первый квартал 2020-го. Ожидаемо, что больше всего по объемам просели туристические услуги. В январе-марте в денежном выражении показатели достиг отметки всего в 178 млн рублей, что чуть больше трети от уровня первого квартала прошлого года. В России растет интерес к биржевым, паевым и инвестиционным фондам. За прошлый год, по данным Центробанка, общая стоимость их числа активов выросла в пять раз и составила 86 млрд рублей. Увеличение показателей регулятор связывает в том числе за счет интереса частных инвесторов. Усиление цифровизации, а также развитие дистанционных каналов продаж повысило доступность паевых инвестиционных фондов для граждан. Наибольший приток средств розничной фонды пришелся на фонды, специализирующиеся на российских облигациях. Популярностью также пользовались фонды иностранных акций и облигаций. Продолжился бурный рост самого молодого сегмента рынка биржевых паевых инвестиционных фондов. Например, приток в четвертом квартале в эти инструменты почти сравнялся с притоком в открытые паевые инвестиционные фонды, которые традиционно ориентированы на розничных инвесторов. Биржевые фонды характеризуются высокой ликвидностью, низкими комиссиями и минимальными порогами для входа. Это делает их удобными инструментами для начинающих инвесторов, в том числе с небольшими суммами. Несырьевых экспертов отсвободят от обязанности репатриировать валютную выручку. Такое решение принял Минфин России. Документ разрешает зачислять средства в иностранной валюте по зарубежным договорам напрямую на банковские счета за границей. Изменения могут заработать 1 июня. Мы постепенно идем по пути либерализации валютного контроля. Репатриации и излишние требования к зарубежным счетам препятствуют выходу российского бизнеса на зарубежные рынки и не способствуют наращиванию несырьевого экспорта, заявил министр финансов Антон Силуанов. И напоследок в Новосибирске стало одним миллионером больше. Наш земляк выиграл в государственную лотерею 2 миллиона 154 тысячи рублей. За призом победитель пока не обратился. Но известно, что билет обошелся ему всего в 40 рублей. На этом у меня все новости. В студии работала Ксения Петренко. До встречи на канале ОТС. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова